доброе время суток дамы и господа с вами канал картина тиви вопросы и ответы и я ее ведущий юрий сегодня я расскажу вам что такое speed тест как его проводить и зачем он нужен и когда это стоит сделать и так как провести прежде всего speed тест давайте сразу же чтобы не растягивать я вам расскажу как это делается прежде всего вы должны нажать на кнопку домик на пульте те у кого новые приставки дюна его если у вас более старые приставки дюны то вы можете нажать на кнопку топ меню на картинке сейчас прямо перед вами видно где находится эта кнопка на я думаю что вы все знаете либо топ меню не путайте с поп-ап меню либо кнопка домик вы нажали и вы видите квадраты мы с вами вошли в главное меню как всегда у нас в центре стоит картина тиви но мы переходим с вами в квадрат настройки идем либо влево в либо вправо и перемещаемся до тех пор пока в центр не выставится квадрат настройки вот он шестеренками он будет в центре вы как вы сейчас видите в тоненькой белой рамочке после этого мы давим enter и попадаем внутрь и здесь мы в нижнем ряду если у нас последнее поколение приставок мы видим с квадрат проверка скорости мы выбираем его уходим вниз и направо он станет в тонкой белой рамочке так как вы сейчас видите у меня и мы давим enter и мы с вами видим кнопку начать тестирование здесь же на экране у нас представлены сейчас все сервера разбросанные по миру которые есть у картины тиви каждый из смотрящих картину тиви находится в каком-то из регионов и вы я думаю прекрасно знаете какой сервер является самым близким для вас мы вот например в америке используем три сервера юэсэй ист кост юэсэй норс и юэсэй вест если люди живут в европе там тоже есть градация по регионам так мы видим саус например до европы ну и остальные также и азия в данном случае мы будем поступ поскольку я в америке ориентироваться на сша но вы можете ориентироваться и на свои регионы мы выбираем кнопку но она выбрана автоматом начать тестирование давим enter мы ее надавили и система начинает нам тестирование мы ждем полного результата она протестирует весь мир и по всему миру мы с вами увидим цифры хорошо когда все цифры показываются бывают случаи когда какие-то регионы вдруг оказываются пропущенными и тогда мы с вами увидим прочерки это нехорошо можно попробовать повторить тестирование и если это будет продолжаться тогда понятно что с этими серверами вашем районе есть какая-то сложность но это редко бывает но по крайней мере нас больше всего интересует те серверы которые у нас рядом с нами в данном случае мы как я уже говорил сша и мы с вами видим цифры вот у меня есть цифры по и сей из кост по вест кост и по норс в данном случае теперь я имею возможность выбрать тот сервер который лучше всего работает посту поскольку интернет константа не постоянная он постоянно меняется если я сейчас делаю повторный тест это совершенно не значит и и увижу те же самые цифры вот давайте попробуем нажмем еще раз и увидим что цифры могут измениться поэтому я всегда рекомендую проделать тест несколько раз для того чтобы убедиться в том что например юсей из кост в данный момент у меня работает лучше всего значит и когда мы сделаем вот сейчас второй раз у нас прошло мы видим что да действительно вот один из серверов у меня лучше чем другие его мы естественно и выбираем в настройках для того чтобы у меня лучше показывал это если есть проблемы потому что разница между образно 15 мегабит в секунду и 18 мегабит в секунду это несущественное и она никак не отразится на вашем просмотре а вот разница 3 и 6 она уже отразится то есть вот теперь мы подходим ко второму вопросу зачем нужно делать тестирование скорости на картине тиви давайте сейчас мы завершим процесс для того чтобы вы поняли что можно делать и для чего мы это делали и что можно сделать дальше мы нажмем на кнопку ретурн и выйдем из теста скорости и мы с вами попадаем опять в квадраты которые мы с вами видим ну мы видим здесь вот общий видим сеть но мы сейчас перейдем в квадрат картина тиви непосредственно белый вот то что я сейчас делаю он стал у нас белую рамочку и мы с вами давим enter теперь мы с вами внутри и под надписью редактировать абонемент мы с вами видим выбранный сервер и естественно мы с вами должны поставить тот который у нас лучше всего в данном случае был по скорости делается это очень просто выбирается сервис давится enter у нас появляется весь список серверов и мы с вами выбираем нужный нам вот то что я сейчас делают давим enter и мы с вами видим что сервер стал на место сервером мы изменили теперь все что нужно сделать это нужно выйти из настроек мы с вами несколько раз надавим на кнопку return и мы с вами видим опять большие квадраты мы с вами попали в главное меню переходим в картину тиви включаем ее и смотрим но вопрос остался на поверхности тот что я задал зачем нужно делать тест скорости и когда его нужно сделать все дело в том что как утверждает наш технический отдел скорость интернет это прежде всего качество нашего показа это картинка у вас на экране для того чтобы она не разваливалась для того чтобы она была хорошего качества и радовала вас скорость интернета должна быть довольно высокой все дело в том что как я уже говорил интернет не постоянен а есть железное правило для того чтобы работали обычные каналы не hd и high-definition которые требуют больше интернета вам нужно чтобы скорость интернета превышала 2 мегабита в секунду для каналов hd у вас должно быть 4 мегабита не меньше но беда в том что интернет не постоянен и добиться того чтобы он был постоянно 2 или 4 практически невозможно поэтому есть понятие запас интернета и чем он больше тем будет больше у вас этот запас и тогда вы не будете зависеть от падения которые увы к сожалению происходит постоянно ведь если утром у вас интернет как я уже говорил в тот момент когда люди не сидят в интернете и находятся на работе довольно высокий то к вечеру в prime time выходные он может сильно за обвалиться и такие провалы к сожалению в разных районах особенно в густо населенных или в больших городах происходит довольно часто поэтому желательно иметь интернет в запас как это выглядит если у вас образно интернет был допустим 15 и он провалился где-то хотя бы даже на половину и в prime time вечером у вас стал 6 то это значит что у вас все равно его хватает и у вас есть запас но теперь представьте если у вас интернет не самый сильный и у вас он допустим 6 изначально а он упал в два раза и стал 3 то это значит что каналы hd у вас сразу станут показывать значительно хуже поэтому когда вы видите на экране что у вас вдруг начинается с постоянная буферизация когда у вас начинают разваливаться картинка или что-то застревать появляется слева часики на экране это значит что скорее всего эта проблема с интернетом а болезнь хорошо лечить тогда когда есть симптом поэтому прежде чем обращаться в технический отдел или даже звонить в интернет-компанию быстро сделаете тест проверьте именно в тот момент когда у вас есть проблема потому что если вы сделаете проверку теста где-то через 15-20 минут ситуация может поменяться все станет хорошо у вас все будет работать нормально но проблему вы не решите надо знать что происходит именно в тот момент когда у вас есть проблема поэтому пользуйтесь тестом делайте этот тест тогда когда нужно это очень полезная для вас информация а вот как поступать если у вас действительно проблема выявилась и вам нужно что-то исправить я сделаю специальный ролик который выпущу в ближайшее же время с вами был юрий тэнман картина тиви вопросы и ответы подписывайтесь на наш канал оставайтесь с нами берегите себя до новых встреч